Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет проект изучаем ПЛК-контроллер электронику и электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК-сигнетикс-смх4. Написана программка для регулировки уровня ввода напорной башни. Здесь у нас измерено значение уровня ввода напорной башни в метрах водного столба. Здесь у нас верхний уровень. По его достижению будет отключаться электромагнитный пускатель и отключать насос, качающий воду в водонапорную башню, для того, чтобы у нас не было перелива. Можем зайти, нажать верхний уровень. Предположим, это у нас будет 9 метров вводного столба. И нажимаем кнопку Enter. Также у нас есть нижний уровень. Когда уровень башни будет ниже этого значения, у нас произойдет включение электромагнитного пускателя и будет включение насоса. Предположим, пусть это будет также 5 метров вводного столба. У нас автоматика будет поддерживать уровень воды в башне между двумя этими значениями. Кроме того, у нас есть аварийные значения. Это аварийный верхний уровень. Нажимаем и можем его выстоять. Предположим, это будет 10 метров вводного столба. В случае достижения либо превышения этого значения, будет отправлено СМС-сообщение о том, что существует угроза переполнения водонапорной башни. Это может случиться, например, когда у нас залип электромагнитный пускатель и нет включения насоса. Аварийный нижний уровень. Это может случиться в том случае, если электромагнитный пускатель не включился и идет разбор воды. Предположим, 3 метра. В случае, если здесь у нас значение измеренное с помощью манометра с выходом 4,20 мА будет меньше, чем аварийная уставка придет СМС-сообщение о том, что в водонапорной башне критично низкий уровень воды. Нужно сходить посмотреть, что там случилось. У нас мы будем управлять насосом с помощью электромагнитного пускателя. СМС-сообщение будем отправлять с помощью 3G-модема. А производить измерение уровня воды в водонапорной башне мы будем с помощью манометра от конструкторского бюро Агала. Это у нас манометр Агала АДМ-100. Вот такой манометр у нас. Обычно, как делается система автоматики, у нас водонапорная башня с измерением давления. Где-то ниже уровня промерзания в колодце устанавливается электроконтактный манометр. Я обслуживал такую систему. Мне она не нравится тем, что электроконтактный манометр имеет контакты. Они часто окисляются. Бывает, что башня переливается, либо она остается пустой. Датчик Агала мне в этом плане видится... Манометр Агала в этом плане видится как более перспективное устройство. Ну и вот, предположим, мы наполняем водонапорную башню. Сейчас у нас электромагнитный пропускатель включен, так как уровень ниже, чем заданный нижний уровень. И вот у нас, предположим, вода в башне набирается. Здесь произведено масштабирование, и значение отображается не в килопаскалях, как это на маномете, а в метрах водного столба. Вот у нас, предположим, будет достигнуто значение 9 метров входного столба, электромагнитный пропускатель отключит насос, и у нас не произойдет переполнение водонапорной башни. Когда у нас начинается расход воды, уровень в башне падает, соответственно, давление падает, и когда у нас будет давление ниже, чем 5 метров входного столба, электромагнитный пропускатель включается. То же самое происходит следующим образом. Сейчас электромагнитный пропускатель включился, и происходит повышение уровня воды в башне. В реальности, конечно, это происходит медленнее, эти изменения. Ну и смотрим, здесь у нас предел измерения до 600 кПа, то есть это примерно до 60 метров водного столба. Ну и давайте попробуем создать аварийную ситуацию, когда у нас уровень воды выше критичного, то есть это 10 метров водного столба. выше 10 метров водного столба. Вот пришло такое СМС-сообщение. Аварийный верхний уровень. Поскольку я несколько раз создавал ситуацию, когда было превышение, то есть уровень опускался и превышал, пришло 2 СМС-сообщения. Теперь, предположим, у нас произошла ситуация, когда электромагнитный пускатель не включился, и уровень ушел ниже аварийного. Здесь задержка 2 секунды. Через 2 секунды должно прийти СМС-сообщение о том, что у нас критично низкий уровень воды в башне. Вот мы видим авария нижний уровень. Еще у нас есть оповещение о том, что произошло срабатывание тепловой защиты. Вот здесь у меня через доп.контакт, дополнительный контакт, на нулевой вход модуля расширения контроллера. Если у нас пошла команда на электромагнитный пускатель, на включение, при этом у нас произошло отключение, ну, то есть сработала тепловая защита, у нас придет СМС-сообщение о том, что авария, авария, тепловая защита электродвигателя. Ну и на этом, пожалуй, наше небольшое видео завершаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!